Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ! С вами Дмитрий Чигаев и наш цикл передач «Формула мира». Мы реализуем глобальные проекты, строим мосты, объединяем страны и даже целые континенты, но подчас не можем выстроить отношения между самыми близкими людьми. Как же строить свои отношения в семье? Как же достичь «Формулу мира», может быть, начав со своей семьи? Куда движется современная семья и как правильно двигаться, как правильно развиваться в семье, чтобы избегать катастроф и аварий? На эту тему мы беседуем с нашим гостем. У нас в студии Александр Каминский, ведущий блога «Путь настоящего мужчины», руководитель Академии водительского мастерства. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр. На ваш взгляд, насколько уместно, например, сравнивать семью с транспортным средством, с машиной? Тут сразу вспоминаются детские загадки. Типа, чем отличается поезд от ворона, например, или пионер от котлеты? На самом деле, действительно, отличается. И в этом же смысле очень уместно, как бы ни казалось это странным, сравнивать машину с семейной жизнью. Поскольку и там, и там основным качеством, которым должны обладать люди для достижения успеха – это ответственность. Александр, если так порассуждать, семья – это место стоянки, или это все-таки транспортное средство, которое куда-то нас должно привести совместными усилиями желательно? Дмитрий, здесь можно ответить и так, и так. С одной стороны, есть старая добрая традиционная концепция семейных отношений, которая звучит так – мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага. И эта концепция подразумевает, что мужчина – охотник, не знаю, кто там, творец, достигатель каких-то добытчик. С этим все понятно. Где-то снаружи дома он что-то делает, и домой он приходит успокоиться физически, восстановить силы психологически, отдохнуть. То есть для него в этом смысле это стоянка, ну, как бы дом, семья, где он отдыхает, и люди, которых он любит, с которыми проводит время. С другой стороны, семья – это, в общем-то, и транспортное средство, поскольку она создается же не просто так, как может многим показаться. Я даже помню высказывание одного из авторитетных авторов, психолога, на эту тему. Он сказал так, что ошибка многих людей состоит в том, что они думают, что любовь – это способ, это повод для установления отношений. А, говорит, на самом деле, отношения – это способ развития любви. Вот, если мы с этой точки зрения посмотрим, то, конечно же, семья – это инструмент, это способ для развития любви, способ для личностного роста всех членов семьи. А какова цель тогда должна быть? То есть если мы садимся в автомобиль, если мы заключаем брачный союз, то мы должны как-то, наверное, понимать, то есть куда мы движемся и через какие точки мы должны проехать. Конечно, да. И вот, кстати, еще один, вы меня прямо с языка сняли, еще один секрет, многие допускают, люди ошибки, секрет того, как сохранить отношения гармоничными, семейные, в том числе. Многие люди допускают ошибку, они как раз вот это не выясняют. Это получается, как часто, наверное, у каждого из нас бывало, когда куда-то опаздываешь, знаешь, что есть какая-то маршрутка или какой-то поезд, ты туда запрыгнул, двери захлопнулись, поехал, ты сел, наконец, фу, успел. А потом думаешь, а я вообще куда еду? И к пассажиру скажите, а я правильно понимаю, что это в аэропорт? Молодой человек, вы что, аэропорт вообще в другую сторону. Вам надо сейчас там сойти, сесть на другой поезд. Вот многие по этому принципу, то есть увидели человека, понравилось, все классно, красивые, умные чувства, вспыхнули, и вон с головой. Вместо того, ну, это, конечно, хорошо, но хорошо бы еще и узнать, куда вообще этот человек идет, в какую сторону. Аналогия очень четкая, если, ну, условно, мужчина и женщина встречаются, знакомятся, да, ну, если мы в традиционной концепции находимся, когда глава семьи мужчина, то, значит, мужчина это капитан. Корабля или, там, водитель маршрутки, как угодно, считайте, он знает, куда он едет, у него есть цель, и он за собой ведет свою семью. И девушка, когда принимает решение, выходить за него замуж или нет, ну, или просто вступать с ним в отношения, нет, естественно, она, ну, должна именно выяснить у него, куда этот корабль идет, куда этот корабль плывет, если хотите. Как правило, справа-то сидит штурман. Конечно, и вот на этом этапе тоже, если девушка понимает, что ей не хочется туда, ну, значит, это и не ее человек, каким бы ей симпатичным и не казался, на первый взгляд. Ну, равно как и наоборот. Ну, вот смотрите, чтобы, уж простите за эту аналогию, без аварии доехать до какого-то места, мы должны соблюдать правила дорожного движения, у нас есть эти правила, да. В семье что это за правила? Что за законы такие, по которым можно без аварии в семье развиваться и двигаться? Дмитрий, ну, без аварии точно не будет. Не получится? Нет. Это так же, как, тут, наверное, немножко другая аналогия, авария на машине. А то вы сказали, прям, это прямая аналогия машины, транспорты, семья. Аналогия прямая, но, смотрите, ДТП я бы сравнивал, наверное, с разводом. Ну, причем машина же может после ДТП еще дальше двигаться, не всегда ДТП бывает. Ну, правильно, развелись и стали дальше двигаться по отдельности. Или, может быть, вместе некоторые. Сейчас очень мода пошла, как я понимаю, поссориться, развестись и там через несколько месяцев снова сойтись. Опять повод собрать подарки. Хороший фильм был, «Привычка жениться» называется, с Ким Бессенджер. Не знаю, насколько он хороший. Не, ну, это комедия. Она там снималась с Аликом Болденом, на тот момент они были в жизни муж и жена, и вот они играли муж и жену, которые постоянно разводились, сходились, все закончилось счастливым концом. Так вот, смотрите, Дмитрий, многие водители считают, ну, такие неискушенные, считают, что хорош тот водитель, который водит машину без аварии. Не согласен с таким определением, потому что, ну, это необходимо, но недостаточно, потому что без аварии, ну, мало ли, может, ты пьяный по встречной полосе едешь, от тебя все шарахаются, но при этом, именно поэтому ты не попал в аварии, что тебя все шарахнули, все просто дали тебе проехать, а ты пьяный при этом едешь по встречной полосе, да? То есть это нельзя назвать безопасной ездой, хотя, по факту, она является безаварийной на данном промежутке времени. Хорошим водителем, с моей точки зрения, считается тот, кто ведет машину с минимальным риском. Но риск всегда есть, потому что, садясь за руль, мы сразу принимаем на себя определенный риск, и машина — это средство повышенной опасности, и есть ситуации, в которых избежать... Ну, есть ситуации, в которых избежать аварии не получится, да? То есть мы сразу в зоне риска, а дальше наша задача — этот риск не увеличивать. Поэтому, если мы попали в аварию, ну, это уже, конечно, перебор. И в процессе управления автомобилем нужно этот риск регулировать, не давая выйти ему за какие-то рамки, ну, или, по крайней мере, не давая ему просто так это делать, без какой-то пользы. Ну, к примеру, если ты опаздываешь в аэропорт, и самолет, куда ты хочешь лететь, самолет улетает раз в неделю, а тебя там ждут, и у тебя срывается контракт на миллион долларов, тебе надо успеть, ну, понятно, что можно, наверное, пожертвовать многим правилам дорожного движения, там, не знаю, заплатив за все камеры, на которые ты проехал с превышением скорости, ну, и так далее, и так далее. Тут понятно, что на кону стоит, да? Если мы это делаем для развлечения, или потому что тебе, ну, не знаю, не мется на месте, не сидится, и ты начинаешь, там, разгонять всех водителей в потоке. То есть закон-то есть, но есть условия, при которых их можно нарушить, да? Конечно. А если причиной станет смерть кого-то, или, там, гибель? Ну, я уже сказал, что человек всегда принимает риск, садясь за руль. Так вот, вернемся к правилам, да. К правилам. Между мужчиной и женщиной есть, если так грубо выделить направление отношений, есть три направления взаимодействия. Ну, я бы выделил три направления взаимодействия. Это, скажем так, отношения мужчины и женщины, ну, или там кто-то это называет самец и самка, ну, мне это не нравится, грубовато звучит, особенно в контексте вот нашего телеканала. Ну, дальше это экономические отношения. Ну, то есть каждый, кто-то работает в одном месте, кто-то в другом, каждый является кормильцем и приносит какой-то доход, да? Ну, или кто-то из них. Партнеры, те, кто поддерживает семью. Да. И третье, это межличностные отношения. Это, собственно, вот то, что мы называем договориться, договоренности. Процесс договоренности. Вот. В каждом из этих направлений есть свои особенности, свои, скажем так, правила. Но вот здесь я бы хотел подчеркнуть один момент. Современные люди, многие склонны считать, что наша, вот, скажем так, природа, наша, там, биологическая составляющая или, там, животное, еще кто-то это называет, она ушла в прошлое. Мы все современные люди. Мы человек, существо социальное. И поэтому для того, чтобы в семье был лад и согласие, нужно договариваться. Я, конечно, согласен, что договариваться нужно. И есть целые, там, курсы, целые книги на эту тему. Но надо понимать, что человек, существо все-таки биосоциальное. Нашу природу никто не отменял. И, кстати говоря, сегодня, вот прям сегодня утром слушал вебинар на тему постановки цели и вообще целеполагания. И он как раз там рассказывал, очень хорошие аналоги проводил, рассказывал в двух словах устройство мозга. Говорит, есть мозг. Я бы говорил, в двух словах устройство мозга, да, это сильно. Ну вот, слушайте, есть мозг рептилии, там инстинкты. То есть это вопросы выживания. Дальше есть мозг млекопитающего, который не заменяет мозг рептилии, а он наслаивается сверху. То есть у млекопитающего тоже есть составляющая мозга рептилии, но сверху идет слой более как бы продвинутый, и там уже идут эмоции, например. А у человека третий слой, там уже идет логика принятия решений. И то есть надо понимать, что человеческий мозг, он мозг рептилии тоже в себя включает. И мы все равно животные, да. И если животная составляющая или там природная, биологическая, если она не выстроена, то договариваться, если одно животное хочет съесть другого, скажем так, договариваться, смысла нет никакого. Важно понимать, что у нас есть природа мужская и женская. Ну, со мной могут спорить многие люди, да, я так считаю. Мужская и женская, и нужно сначала договориться, как бы, ну, не договориться, а войти в гармонию мужчины именно и женщины, а потом уже после этого имеет смысл договариваться в каких-то нюансах. Ну, что не столько природа, сколько условности. Но согласитесь тогда, если мы говорим о том, что на платформе человек стоит и прочно стоит, должен стоять на платформе животные, то какой смысл тогда вообще ввести? И можем ли мы вообще вывести тогда формулу мира? А почему нет-то? Смотрите, Дмитрий, я же говорю про базу. Потому что договоренности, это, знаете, вот если там с домом сравнивать, есть фундамент, есть дом, договоренности – это уже чистовой ремонт, чистовая отделка квартиры. А я говорю про фундамент. Вот животные, биологические вещи – это фундамент. Вот это замечательный момент, который вы сейчас сказали, что вот фундамент, а так в чем фундамент состоит? Вот, смотрите, откуда берется… Кто мы на самом деле? То есть вы сказали о том, что какова природа. Откуда берется вот эта вот условность мужчина-добычек, а женщина-хранительница очага? Есть мнение, что это обусловлено было экономическими составляющими. Кто-то говорит там, что это там еще какие-то там, не знаю, катаклизмы. И, короче говоря, что мы сейчас живем в мире полном возможностей, от этого можно отказаться. – За нас это вообще важно. – Нельзя. Это ключевой момент. Ну, есть две концепции – эволюционная, дарвинистская, и там религиозная, христианская, например. С точки зрения эволюции, сотни тысяч лет человек развивался, и действительно мужчина был добытчиком, женщина-хранительница очага, и в пещере там поддерживал огонь. Инстинктивно, ну, инстинкты, они были, есть и будут. Почему они есть? Потому что вся эта эволюция длилась сотни тысяч лет, а может быть и миллионы. И только там, скажем, пару сотен лет назад появились какие-то понятия о равенстве, о демократии, еще там о чем-то. И мы стали уходить от каких-то вот таких стереотипов, пытаться построить что-то новое. Феминизм там появился, эмансипация. Нельзя за 200 лет выключить инстинкты, которые были сформированы сотнями, миллионами лет, понимаете? А инстинкты очень простые. Женщина инстинктивно ожидает от мужчины, что он будет ее защитником. А мужчина испытывает инстинктивную потребность, прописанную на подкорке, защищать эту женщину. Защищать в широком смысле. Не только от мамонтов или хулиганов на улице, но от холода, от голода, от коллекторов, которые придут за неуплаченный кредит. Крыша над головой должна быть. Вот такие базовые... Если пирамиду Маслова вспомним, там есть пять уровней, и вот два базовых. Есть вопрос выживания, есть вопрос безопасности. Это личная пирамида Маслова. Если в двух словах смысл в том, что вот это мужское закрытие первых двух уровней пирамиды Маслова, выживание и безопасность, это мужская ответственность, это мужской функционал, который прописан на подкорке. Это изменить нельзя, хотим мы этого или нет. И получается, что если мужчина от этого функционала в силу чего-то отказывается, ну, к примеру, я там художник, я думаю о возвышенном, я не умею зарабатывать деньги, не хочу, это все подло, это, не знаю, противно. Дорогая, давай ты, а я дома с детьми посижу. Вот с этого момента договориться о чем-то не получится, потому что это против природы. Это против прошивки, которая предустановлена производителем на заводе, скажем так. Тогда вот хотелось бы понять, в чем наша природа, какова все-таки наша природа, каков этот фундамент, в чем он заключается, что должно изначально нами руководить? Возвращаясь к формуле мира, если два субъекта находятся на разных платформах, договориться с запасением будет крайне сложно. Потому что договоренность — это все равно взаимные уступки так или иначе. В чем же моя сущность? Кто же я на самом деле? Какова же моя природа? Моя природа хищника или моя природа там жертвы? Я бы сказал, что природа — это все. Это нельзя противопоставлять. Вернемся к устройству мозга за три секунды. Да, но есть что-то первостепенное, согласитесь. Что я выделяю, на что я делаю главную в своей жизни, на что я акцентирую свое внимание. И, соответственно, исходя из этого, ведь я так и выстраиваю свою жизнь. Чем дарвинистская концепция отличается от религиозной? На самом деле двумя вещами. А общего много. Первое — происхождение человека по-разному. А второе — дарвинистская, она такая очень приземленная. То есть там все про животное, все про мясо, так скажем. И все. А религиозная или эзотерическая мне нравится больше, потому что она рассматривает человека в целом. И она же подразумевает, что есть... То есть понятие даже духовная концепция. Да, духовная, конечно. То есть она более такая общая. Из эволюционной концепции следует, что добытчик мужчина и глава семьи точно так же мужчина. Ну, именно потому, что так было веками, и отказаться от этого быстро нельзя, потому что инстинкты все равно древние. И ожидания инстинктивные, они тоже древние. Если мы обратимся к любой духовной концепции, хоть это христианство, хоть это ведическое направление или ислам, везде прописано, черным по белому, что глава семьи мужчина, ответственность за семью несет мужчина, соответственно, роль защитника играет мужчина. То есть именно того самого, кого, согласно дарвинистской концепции, женщина ожидает увидеть на уровне семьи. Я прошу меня изменить. Вот смотрите, человек называет себя главой, неважно, семьи, государства, общества, какого-то организации. И если эти полномочия ничем не подтверждены, его свергают. То есть это называет себя самозванец. Чтобы стать главой, чтобы называть себя главой, головой. Значит, что значит глава семьи? Это человек, который несет ответственность. У нас просто принято говорить, мужчина несет ответственность за семью. В полной формулировке и понятной. Это звучит так. Мужчина несет ответственность за выживание и безопасность своей семьи, своей женщины, своих детей. Не только за это. Понятно, что он отвечает и за образование детей, за воспитание, за нравственные идеалы. И дальше мы идем к духовной концепции. Я сейчас про базу говорю. Просто почему я об этом говорю? Потому что ее сейчас нету. С этим большие проблемы в обществе. И семьи сыпятся, многие именно поэтому. Мужчина может принести кучу денег, положить на стол, но семья счастлива от этого не станет. Потому что мужчина должен именно нести ответственность за эту часть. Многие возражают и говорят, а что значит мужчина несет ответственность? А женщина что не несет? Она что, инфантильна? Она ребенок? Она не может отвечать за свои поступки? И вот тут картинка складывается. Если разобраться, и мужчина, и женщина несут ответственность поровну на самом деле. Просто у мужчины вектор ответственности внешний. То есть если представить дом, то все, что вокруг дома и снаружи дома, это мужская зона ответственности. Если мы в дом зайдем, то все, что в доме происходит, это женская зона ответственности. Ну, это очень грубо приближенно. Понятно, что там есть много нюансов. Но векторы вот так. То есть женщина направлена на дом, мужчина направлен на внешнюю деятельность с целью принести что-то в дом и сделать что-то для семьи. И именно я говорю про ответственность как личное качество. Здесь уже, ну, дело не в том, кто хищник там, или я не про материальный, физический аспект говорю. Это все в голове, это зона для развития многих мужчин. Но просто вот отталкиваться нужно от этого. Дальше на это все уже наслаивается там и достижения в социуме, и какие-то творческие достижения. Мужчина спасает мир по-разному. Кто-то пишет картины, кто-то там в роли Брюса, ну, герой Брюса Уиллиса снимается в различных фильмах, которые спасают мир. Кто-то работает врачом, кто-то, вот там, как я работаю инструктором, да, повышаю безопасность на дорогах. То есть каждый вносит свой какой-то вклад творческий, делает этот мир лучше. Про служение Богу тоже не будем забывать. И это все на это наслаивается. Но начинается все с этого. И я считаю, что это ключевой момент. И если векторы будут смещены, то есть мужчина условно будет сидеть дома с детьми, а женщина будет где-то там по лесу с копьем бегать, добывать мамонта, и будет главное, что об этом беспокоиться. Вот в этом случае договориться уже ни о чем не получится. И семья будет, ну, она может быть дружеская, она может быть там какая-то, ну, не знаю, по договоренности, по расчету брак может быть. Но гармонии и счастья в такой семье точно уже быть не может. И чтобы быть главой семьи, нужно именно иметь чувство ответственности. Мужчина должен быть ответственным. Что значит ответственным? Это значит понимать, что все зависит от тебя. Ты не можешь сказать, когда едешь на автомобиле, тебя на перекрестке врезались, кто-то на красный проехал. Ты не можешь сказать, я не виноват, потому что я ехал на зеленый. А он ехал на красный. Ты должен сказать, я виноват, потому что я не посмотрел налево и не увидел, что там на красный. Не удостоверился в безопасности. Совершенно верно. Вот это и есть ответственность. Мы так воспитаны, многие склонны перекладывать. Кто-то говорит, слушай, ну я не виноват, от меня это не зависит. Ну, а что я могу сделать? Кто-то говорит, там, дорогая, я этот вопрос решу, ты можешь на меня положиться. А кто-то говорит, дорогая, ну я попробую, ну я не знаю, я не уверен, конечно. И у него не получилось поэтому, потому что он не приложил всех усилий, говоря такие слова. Я не уверен, я попробую. Не приложил всех усилий, у него не получилось, и в конце он произносит, а я не виноват. Ну, обстоятельства так сложились. Вот это безответственная позиция. И ответственная позиция, когда ты можешь только говорить словами, подтверждающие гарантию результата, и когда ты в случае неудачи ответственность берешь на себя. И ты говоришь, да, я не предусмотрел, да, я не подумал, да, я не посмотрел налево, не убедился. Правильно ли я понимаю, что в семье, когда возникает конфликт, и неважно в каких отношениях возникает какой-то конфликт, что человек, который обладает большим знанием или большей степенью ответственности, должен признать, что это его вина, что он не смог предотвратить этот конфликт, этот какой-то раздор, эту войну. Да, да, да. А вы много раз упомянули о духовности. Когда в семье, или хотя в наших отношениях, мы договариваемся о том, как мы будем развиваться, к чему мы создаем нашу семью, к чему мы вступаем в отношениях, на какой платформе нужно находиться, исходя из чего нужно договариваться, или стараться договариваться, хотя бы на какие-то генеральные направления нашей деятельности, нашего развития. Сложный вопрос. Давайте попробую так на него ответить. Тоже, кстати, одна из сразу проблем современности приходит мне в голову. У нас сейчас принято, ну, как я воспринимаю, да, этот мир, у нас сейчас принято так, что, ну, кажется, человек личность, индивидуальная, зрелая, имеющая право на, там, на счастье, на... Зрелый под вопрос. И так далее, и так далее. Ну, типа, по крайней мере. И, короче говоря, интерес личности превыше всего. И когда встречаются двое людей, если у них интересы совпадают, значит, хорошо, если интересы не совпадают, они начинают как-то там биться. Но почему-то все забывают, что семья это... Что не руши, как бы базовая вообще единица в социуме и в жизни это семья. То есть человек это не базовая единица. Сам по себе ты, как бы, ты болванка для построения семьи на твоей основе. И твоя вторая... Ну, я грубо говорю, но чтобы понять, да, что интересы семьи, они должны быть выше, чем интересы каждого по отдельности. Я помню еще в третьем классе, когда мне в пионеры принимали, я спросил, а что такое пионерский салют? И мне вожатый ответил, что вот ладонь находится выше головы. Это как бы означает, что общественное для тебя выше личного. Когда ты отдаешь салют, ты всегда вот именно об этом помнишь. И можно много с чем сравнивать. Можно сравнивать, например, с бизнесом. Вот очень хорошая, кстати, штука. Для чего создается организация? Коммерческая, к примеру. Она создается для того-то и для того-то. Мы хотим создать лекарство от рака, к примеру. Мы хотим заработать денег. Мы хотим на эти деньги жить. Мы хотим их использовать на благотворительность. Ну и так далее. Каждая организация прописывает миссию, прописывает какие-то цели, стратегию. А дальше люди, которые в ней работают, должны работать так. Ну, что же должны? Организация будет эффективной, если люди будут преследовать интересы организации. И если их личные интересы будут совпадать. А когда каждый будет тянуть лодку, как лебедь, рак, щука, организация далеко не уйдет. Ну, так же семья. Это тоже предприятие. Ну, просто оно в идеале не коммерческое. Оно создается для других целей, но тем не менее интересы семьи в главе. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, Дмитрий, на какой основе договариваться, я бы сказал так, что базис, наверное, находится здесь. Что договариваться нужно, исходя из интересов семьи в целом. И помни, что ты часть семьи, в первую очередь. Есть организация, и ты так же, ну, как мужчина, так и женщина, как муж и жена, мы оба несем ответственность за успешное, за гармоничное существование этой организации. Под названием семья, соответственно, договоренности и принимаемые решения должны служить цели организации, а не цели отдельно взятого члена этой организации. Если уж мы хотим семье, чтобы у нас был мир, вот тогда хотелось бы все-таки определиться, в чем интересы семьи должны быть. То есть, каковы интересы семьи, если уж мы создаем семью, хотим, чтобы семья развивала, чтобы она жила счастливо, чтобы семья имела долгую жизнь, радостную. В чем эти интересы должны быть семьи? Как я сказал в самом начале, процитировав там одного писателя, семья или отношения – это средство для развития любви. Если заглянем, например, в христианские православные источники, там, в общем-то, тоже сказано, что все это сводится к служению Богу. Ведическая, наверное, литература нам об этом же скажет. То есть, в принципе, любовь – это самое ценное, я считаю, то, что есть между людьми, и все остальное должно быть этому подчинено. Почему же она проходит тогда? А потому что нарушаются все те вещи, о которых мы с вами разговаривали. И, кстати говоря, мужчина-добыча к женщине-хранительнице очага, если будет наоборот, любовь пройдет, как ни странно. Потому что женщина не будет чувствовать себя защищенной и перестанет мужчину воспринимать как мужчину именно, как защитника. А женщина не может любить того, кому она испытывает жалость, или кого она презирает, или вот какие-то такие вещи. Я поэтому говорю, что это очень важно. Быть именно добытчиком, быть главой семьи и нести ответственность за вот эти вот моменты. Как пример, да? И любовь проходит, потому что вот это не соблюдается. Потому что люди договариваться не умеют и договариваются, исходя из личных позиций, а не не преследуют интересы семьи. Ну вот и все. Все эти правила, они как раз нужны, чтобы ее сохранить и приумножить. Если мы откроем, кстати, какие-нибудь христианские источники православные, все священники как один в один голос утверждают, что любовь создана для того, чтобы ее приумножать. И то, что она проходит, ребята, это ДТП. Если мы говорим вот сразу про иммунологию с вождением, это именно ДТП, этого быть не должно. И то, что она проходит там у большинства, это не говорит о том, что так мир устроен. Это говорит о том, что большинство регулярно совершает одни и те же ошибки. Ну, смотрите, любовь ведь это энергия, это чувство. Да, это энергия. Кто-то есть источник, тогда это энергия. То есть если уж вы как кандидат физико-математических наук должны знать, как вы понимаете, откуда это стоит. Привет с неба. Так если у нас заканчивается любовь, не значит ли это то, что мы просто потеряли связь с источником? В том числе, конечно, да. Это все равно, что если лампочка погасла, то есть надо сначала посмотреть, а включена, да, во все инструкции, проверьте, включена ли вилка в розетку. Да, да. То есть первое, если не работает на струбнике. Да, можно так сказать. Сто процентов согласен. Так может, в этом проблема тогда? В этом тоже. Нельзя сказать, что проблема только в том, что мужчина не добытчик, или только в том, что мужчина потерял источник, связь с Богом. Как машина. Колесо проткнул, не приехал. Двигатель стуканул, не приехал. Бензин забыл залить, не приехал. То есть есть организм, с разных сторон могут быть какие-то препятствия для движения, для достижения цели. Так и здесь. Вот мы с вами сейчас что-то обсудили, какие-то моменты. И каждый из них, если в каждом, хотя бы в одном из них будет пробел, любовь будет проходить, отношения будут портиться. Но во всем есть что-то более главное. Что-то, то, что находится в центре всего. В тех же самых центре отношений, поскольку мы говорим об отношениях, ведь достижение мира, оно возможно только в рамках отношений. В центре наших отношений та любовь, которая между нами есть. Нельзя. Если мы говорим, что мужчина глава семьи, это не значит, что он центр, вокруг него все крутится. Нет, он просто защищает семью, поэтому он глава. Но в равной степени и от мужчин, и от женщин все это зависит. И я говорю, мы в главу угла ставим то, ради чего вообще все существует, вообще вселенная для чего существует, как я понимаю. Для любви. Бог есть любовь. И энергия любви это то, что он пытается приумножить с помощью нас. Для этого был создан человек, чтобы приумножать любовь. И я так понимаю, ну, конечно, это может очень кощунственно звучать, но я так понимаю, что Бог, как энергия, как энергия любви, он развивается за счет нас. Это как такой бизнес. Вложить меньше, получить прибыль больше. Вот он вложил, человека создал, все, ребят, я вам все дал для счастья, работайте. И вот когда люди начинают работать в правильном управлении, любви в мире и во вселенной становится больше. Бог развивается, он получает прибыль энергетическую. По-моему, отличная схема, она очень правильная, очень просто устроена, только что-то пользоваться никто не хочет. Что-то никто отдавать не хочет. Все хотят брать. А в чем любовь заключается? Тогда, если же мы говорим о том, что любовь это одна из самых важных составляющих формулы мира. Самое важное. Самое важное. Как Задорнов говорил, Михаил, программа сбилась. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, Дмитрий, мы на одной волне. Вы понимаете меня, я понимаю вас, мы, я так понимаю, единомышленники. Я думаю, сейчас выйти на улицу с людьми поговорить. Если я скажу то, что говорю вам, мне кажется, многие пальцем виска покрутят. Не все понимают, не все об этом задумываются. А многие задумываются и приходят к другим выводам каким-то. Программа сбита. Потому и не получается. Александр, а можно тогда вот как-то эту формулу мира, хотя бы, может быть, в простых каких-то понятиях ее обрисовать? Или вообще достижима ли формула мира? Мир сам по себе достижим, на ваш взгляд? Я считаю, что то достижим. Или надо программу переписать? Или в чем тогда эта программа? Что же там сбилось такое в этой программе? в этой формуле? Я считаю, что достижим. Если верить библейским сказаниям, сначала был рай, в раю жили Адам и Ева, ну или первые люди, которые были как раз, существовали в мире, в гармонии. И все это было, а потом программа сбилась, и мы имеем то, что мы имеем сейчас. Вот. Есть, конечно, и древнистская концепция, которая утверждает, что мира никогда не было, и все волки друг друга ели. Я в это не верю, это неправда. Тем не менее, многие вещи она объясняет очень хорошо. Мир был, я считаю, была гармония. Вообще, мир это и есть, вселенная, это и есть гармония. И если по ее законам жить, то все будет нормально. Ну вот. Программа сбилась еще тогда, ну, все библейскую историю мы знаем. Форму любви, наверное, можно получить, подытожив то, что мы с вами сегодня обсудили. А именно, нужно просто добиться гармонии на трех уровнях бытия. Первое, это вот базовый, так его назовем, когда мужчина несет ответственность за выживание, за безопасность семьи, женщина и дети защищены этим мужчиной. Все, все, что нужно. Второе, это социальный аспект, это именно то, что я говорил, интересы семьи важнее, чем интересы отдельно взятых членов семьи, и ячейка общества это именно семья, а не отдельно взятые личности. Ну, и третье, это духовность, это стремление к саморазвитию, стремление к любви и понимание того, что любовь главная, первичная, и любовь между людьми это то, что, это то, ради чего вообще семья и все остальное создается. Поэтому надо об этом помнить, просто идти к этому. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы беседовали с Александром Каминским, в рамках цикла нашей передачи «Формула мира». Еще одну формулу попытались сегодня вывести, попытались вычленить самую главную, может быть, составляющую наших отношений, вокруг чего все должно образовываться и соединяться, вокруг любви, любви, которая так нам дорога, так нам нужна каждому. так стоит ли ограничивать себя в том, чтобы дарить эту любовь всем и каждому, всем, кто нас окружает, не скупясь на это, на это чувство. Самое, может быть, светлое чувство в нашей жизни. С вами был Дмитрий Чегаев. До новых встреч на канале Баланс ТВ. До свидания. Добрые Новости В эфире Добрые Новости. В наш Добрый Магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в Добрый Магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для Добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по Доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на Добрый сайт www.dobrodefizshop.com